Валерий Лико Валерий Лико Вот сейчас про детство все почему-то промолчали. На самом деле, всё начинается с детства. И все наши радости, они берут корни оттуда. Вот, кстати, ваша история — это миллионная история, вот, что действительно из-за встречи с кем-то, из-за прочитанной книги, из-за какой-то игрушки, даже просто слово. вы стали тем, кем стали. Я думаю, что если любой из вас покопается в своём детстве и скажет, ёлки-палки, оказывается, я вот это делаю потому, что в детстве так делал мой папа. А это я люблю, потому что это я видел в телевизоре, вот там герой, он делал вот так. А я это ношу потому, что я это где-то прочитал в детстве. Вот, знаете, здорово, когда ощущаешь радость от того, что ребёнку что-то даёшь, и потом ты видишь, что этот ребёнок, ну мне уже 50 лет, я просто это вижу, я там в 80-х годах работал с детьми, которые сейчас уже родители. И ты видишь своё влияние на них. И вот ты видишь, что если с детьми нашими работать, то всё, что мы с вами вот сейчас продвигаем, да, те же песни, тот же балет, любые нормальные направления наши дети будут это воспринимать. У нас был выезд на одно древнее городище, и вот я я увидел себя в нём. Потому что когда мне было столько, сколько ему, кстати, вот сразу вопрос, как вы думаете, в каком классе он? Третьем. Третьем. В седьмом? Да. А ещё в пятом, да? Ладно, расти, расти. На самом деле в третьем классе. Хотя он выглядит гораздо дрожь. Сейчас он рот обходит, вы всё поймёте. Вот. Так вот, когда я был вот таким, как он, я переехал в новый дом, там было очень много фундаментов новых домов, и вот мы мальчишками лазали, там доставали монеты, там какие-то старинные светильники, старинные бутылки с орлами, двуглавыми. Мы этим бредили. Мы благодаря этому читали книги, мы смотрели фильмы, мы мечтали, понимаете? И вот когда он впервые вот выехал на городище, ну вот расскажи о своих ощущениях. Ну, я хотел что-то найти, потом помыть, если это керамика, найти какие-нибудь отпечатки, ну, потом это лежит у меня, рассказывать другим, и просто. Ну, расскажи, что ты нашёл. На скифском городище я нашёл разные керамику и даже скифский наконечник с прелой. Ух ты! Я хочу сказать, что сегодняшний вечер это не формат. И, в принципе, ну, наверное, не нужно этому удивляться, потому что Лена не формат. Тот человек, мы, может, сейчас в последнее время очень редко общаемся, но я очень благодарна, что ты меня пригласила. У меня просто такой затяжной, декретный отпуск с двумя детьми маленькими. И мне не получилось, может, Лену порадовать музыкальным подарком, потому что всё-таки я играю на скрипке, и это требует внимания и занятий. Мне не хотелось просто выходить и как попало, что попало играть, честно. Нужно делать всё-таки всё не только с душой, но с умением и качественно. Я думаю, Лена меня простит. Я хочу ей пожелать, чтобы у неё вот этот моторчик, который мне горит, блеск в глазах, он всегда был в глазах, не терялся. Чтобы Лена не терялась, чтобы люди её окружали действительно близкие по духу, по уму, по чувству юмора. Чтобы, Лена, чтобы всё у тебя было хорошо, хорошего тебя вечера, удачно дойти домой, пойти с угробом. Всем вам спасибо большое. Я сегодня действительно получила большое удовольствие. Я тоже боюсь публичных выступлений, и давно уже у меня их не было в моей жизни. Уже пять лет вот сижу. И спасибо, что вытащила меня немножко в люди. Всё, спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok